Каждый день говорю тебе, что ненавижу их. Я каждый день всё равно их готовлю. Бон аппетит! Где мы, чёрт возьми? И не в географическом смысле. Сам везу. Я, конечно, пробрался в овальный кабинет и сфоткал себя у окна в стиле Кеннеди. Но сразу подумал, стопэ, и что мне теперь с этой фотки? Боже, да ответь ты уже на вопрос. Как нам выбраться из этой сумеречной зоны? Сначала у меня вопрос для тебя. Что случилось с Надеждой, Бон? Помнишь, я был таким бурррррр? А ты всё такая, ура, ура, мы выберемся отсюда. Мистик Фоллс 1994-й? Знаю. Группа ведьм собралась вместе и создала какое-то пространственно-временное чистилище. Казалось бы, можно было выбрать год получше, чем год самоубийства Курта Кобейна. А то там было очень депрессивно. Эй, слушай, не стоит играться с медицинской аппаратурой. Продолжай! У нас здорово выходит. Вспомним всё ужасное, что я сделал с близкими Елены. Я превратил Кэролин в свою личную пачку вампирского сока. Сделал сестру Мэтта вампиром и угрожал убить Бон-Бон пару раз. Больше, чем пару. Неправда, иногда я так шутил. И ты убил лучшую подругу Стефана на его дне рождения. Неудачное совпадение. А затем сломал шею Джереми, когда Елена сказала, что никогда не полюбит тебя. Слушай, а тебя приглашали на Друзьи Дарине? Конечно. Кэролин сказала купить стручковую фасоль. А что, тебя не пригласили? Неа. О, чувак. Задел чувство не той девушки. Ты же не внушал ему на пиццу? Нет. Я внушил ему сделать всё необходимое. А учитывая, что асцендент – ключ к тюремному миру её больного братца, я думаю, потребуется пара рюмочек, чтобы всё узнать. Ты смотришь, как я сплю? Нет. Я смотрю, как ты обнимаешься с книгами Рика, учитывая, что вы с ним поругались. Не обнимаюсь. У Дэймона проснулось чувство вины. Надо же. И где же он сам? Я доплатила, чтобы палата была отдельная. Ты недооцениваешь количество женщин, которые умнут за шанс провести со мной ночь. Я пока ещё не мертва. Вот так прошёл мой день. А как у тебя? Может, лучше вернёмся к моменту, что Рик вернулся к жизни, чтобы стать профессором колледжа? А это совсем не сгоревший до корочки дом Елены. Прошло много времени, но ты не могла колдовать, будучи опорой. И мне любопытно, какая глупая мысль заставила тебя считать, что теперь можешь. Знаешь, когда всё началось, ты не умел жарить блинчики. А теперь их даже можно кушать. Не обязательно быть пессимистом Питером. Есть доказательства, что мы не одни. Во-первых, не давай прозвища, это моя фишка. А доказательства — таинственно разгаданный кроссворк. Так, ладно. И как же эта куча мусора вытащит нас отсюда? Похоже, я вернулся как раз вовремя. Алкогольный лимонад. Гранж. Все карточки с Алексом Родригесом и... Пейджер? Серьёзно? 555, привет, Кай. Ни за что не отдам этот номер. И это твои важные вещи? Просто открой дверь, Елена, прошу. Ну или как минимум отойди от двери, потому что я её сейчас вышибу. Хотя, если бы ты умер вампиром, вместо того, чтобы стать человеком, твоё внушение бы спало, и Елена вновь была бы со мной. Как душевная. Спасибо большое. А теперь она будет помнить обо мне лишь плохое, и так будет вечно. Если ты меня сейчас убьёшь, это уже навсегда. Не забывай. Почему он сразу не сказал? Почему не сказал о том, что могло полностью изменить твою жизнь? Хм, даже не знаю. Ты понимаешь, что он тебя убьёт, когда поймёт, что ты с ним сделал. И дружбе конец. Спасибо. Я же не кричал, когда ты разрушил свои отношения с Кэроли. Да не разрушал я... Да, уверен, она в порядке. Она в отпуске с мамой, кушает мороженое из стаканчиков и убеждает себя, что ты ей вообще никогда не нравился. Снова пялишься. Елена на связь выходила. Ещё как выходила. Она написала. Возникли трудности, пришлось остаться. Давай в другой раз. И грустный смайлик. А чё? О том, что я мёртв? Ведь это так. Технически ты был мёртв и при нашем знакомстве. Точняк. А теперь меня просто нет. Дэймон, прошу, не говори так. На эта беседа разговор тебя умный и спокойный, с тобой иррациональный и на наркотех. Интересно, а бухло есть в этом ретрограде? В этом смысла больше, чем в чём-нибудь другом. Я вижу, что ты делаешь. Что я делаю? Отказываешь сохранить надежду, что вновь увидишь Елену, чтобы потом не разочаровываться. Я отказываюсь надеяться, потому что надеяться не на что. Шкварки. Нет в списке и фу. Ты немного опоздал, но я вижу, что ты хочешь загладить прошлое. Хочу лишь знать почему. А, ну, могу сказать это, Стефан. Устал я разрывать Нью-Йорк-Сити. Может, вечеринки надоели или совесть замучила. Для этого нужно, чтобы она была. И потом меня осенило. Я сказал себе, разве не было бы здорово, если бы я проснулся в своей кровати и начал всё сначала. Бонни? Всё в порядке. Он меня не убьёт. Отсюда выглядит иначе. Профессор Зальцман. Что? Не смог внушением стать доктором? Слушай, что я тебе скажу, док. Ты будешь на расхват, когда куча вампиров, желающих стать людьми, придёт к тебе, чтобы повторить тот трюк, который ты провернула вчера вечером с Риком на границе. Вот почему Карлайн сказала мне купить как индейку, так и клюкву. Стефана не пригласили. Видишь, что она делала? Нам за тебя отрабатывать. Очень надеюсь, что ты решишь проблему до Рождества. Я рад, что вас это так забавляет. Начни с ней встречаться, и всем нам будет лучше. Я не думаю о ней в этом смысле. Она моя подруга, которая стала бы клёвой девушкой. Смотри, во-первых, она красивая, это очевидно. Во-вторых, она тебя терпит. И в-третьих, очень организованная. Организационные навыки? У этой женщины нет недостатков, Стефан. Ну, она спала с тобой. Видал? Снова плюс! Осторожно, Стефан. С виду легко быть большим и крутым Сальваторой. Но вскоре обнаружишь себя посреди дороги, открывая своё сердце незнакомцу в жизненном кризисе. Не хочу учить тебя на любовном фронте. Но если ты знал, что психованный брат Джо в бегах и ищет её, ты не подумал, что присмотреть за ней не такая уж плохая идея. И что мне нужно было делать, Дэймон? Попросить тебя внушить Джо сидеть дома? А с Риком ты хотя бы помирился? Ну, немножко. Сначала я разрешил ему превратить мой дом в Хогвартс. Потом я позвонил шерифу и попросил её разослать ориентировку на серийного убийцу по имени Кай Паркер. Мои ребята его уже ищут. Никто, подходящий под описание, ночью не появлялся. Какого чёрта он делает? Продолжение следует...